Это новость Ревина НТК и мы начинаем. Ашу Матай и Асель Садвакасову признали культовыми личностями. Девушки стали участницами большого фэшн-проекта одного модного издания. Почему именно они и кто еще вошел в лонг-лист казахстанских вондервумен? Узнайте прямо сейчас. Проект представляет собой лук-бук, который соединил моду, личности, ведущие тренды сезона. Героини, сильные женщины, известные своей деятельностью и харизмой. Накануне прошла вечеринка, где глянец представил Свету 10 культовых красоток. В список вошли Дарья Александрова, Асель Садвакасова, Салтанат Бакаева, Айдана Меденова, Камша Джолдыбаева и Аша Матай. Не скажу, что я ожидала, но я к этому иду. Наверное, не самая главная популярность, а самые главные человеческие качества, я думаю. Ну а по ходу тусовки гости спорили, кто из лонг-листа самая достойная. Это Асель Садвакасова. Мне нравится в ней Целестер Марион, ее бешеная работоспособность, красивая, талантливая актриса, кинопродюсер, человек, который выдает 2-3 фильма. Наверное, Камшат. За что? За то, что он начинает снимать такие достаточно провокационные современные клипы. Я думаю, что звезды должны это делать. Они не должны подавываться, так сказать, штамповать массовку. Сама же Камшат признается, что не всегда была такой смелой и стильной. На ивент она пришла в обтягивающем костюме, а до этого ярким выходом было черное платье с открытой спиной, которое она надела на премию ЕМА. Что изменилось? Я раньше говорила сама себе, да, это не важно, внешний вид это не важно, как ты одета не важно. Но в последнее время я понимаю, я сама вхожу во вкус именно фэшн. Я хочу с гордостью сказать о том, что мой большой-большой помощник рядом, это моя сестренка. Не выхожу из дома без ее каких-то советов. Остальные же селебрити выбрали себе другой пример для подражания. Кто вот для вас культовая личность? Мне очень нравится Моника Белуччи, очень нравится Анжелина, Джолина. Их стиль, мне нравится их поведение, мне нравится, как они себя преподносят. Ничего вычурного. У меня сейчас в голове только Моника Белуччи. Что ж, кто-то ориентируется на Монику, а кто-то будет вдохновляться и этой культовой десяткой.